Всем привет, друзья! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Передает Вашингтон-Пост. Экономика Байдена против экономики Трампа в 12 графиках. Оба президента рекламируют свой вклад в экономику США в преддверии выборов 2024 года. Но на чем основаны их заявления? До президентских выборов осталось меньше года, и экономические вопросы вновь оказались в центре внимания избирателей по всей стране. Несмотря на быстрое восстановление экономики после пандемии, президент Байден изо всех сил пытался убедить американцев в том, что его политика улучшает их финансовое положение. Согласно опросам, большинство американцев по-прежнему заявляют, что скорее доверяют тому, как бывший президент Дональд Трамп управлял экономикой, а не Байден. Экономические успехи обоих президентов определяются пандемией и ее последствиями. Кризис, вызванный пандемией ковида, перевернул рынок труда, спровоцировал самую высокую за несколько десятилетий инфляцию и увеличил федеральный долг на триллионы долларов. Сегодняшняя экономика сильно отличается от той, которая была в 2017 году, когда Трамп вступил в должность. Но данные показывают, какой след оставила каждая администрация. Байден, создав 14 миллионов рабочих мест менее чем за три года, доведя уровень безработицы среди чернокожих до рекордно низкого уровня и сократив долг по студенческим кредитам на миллиарды. Между тем, Трамп управлял страной в период низкой инфляции, низких процентных ставок и низких цен на бензин. Вот 12 диаграмм, показывающие состояние экономики сейчас по сравнению с состоянием экономики при Трампе. Жмите лайки, друзья, подписывайтесь на Рашкин репорт во всех соцсетях. Ну а мы продолжаем. Увеличение числа рабочих мест. Поразительно сильный рынок труда, возможно, является самой большой победой Белого дома. В каком-то смысле этот скачок был неизбежен. Байден вступил в должность в то время, когда миллионы людей все еще оставались без работы из-за пандемии. Несмотря на это, быстрый рост числа рабочих мест в последние годы превзошел ожидания экономистов и способствовал стремительному росту экономики. Еще более примечательно то, что рынок труда остается сильным. Несмотря на агрессивные усилия Федеральной резервной системы по замедлению экономики. Пока американцы трудоустроены, они способны противостоять инфляции и продолжать тратить деньги, позволяя экономике расти. За время работы администрации Байдена было создано 14 миллионов рабочих мест. В среднем более 400 тысяч должностей в месяц. Однако в последнее время темпы создания рабочих мест замедлились. В ноябре было создано 199 тысяч новых рабочих мест. Напротив, в течение первых трех лет правления Трампа в экономике добавлялось в среднем 176 тысяч рабочих мест в месяц, прежде чем закрытие предприятий и увольнения, связанные с коронавирусом, привели к внезапной потере более 20 миллионов рабочих мест. Уровень безработицы Если не считать всплеска вызванного COVID-19, который наблюдался на протяжении большей части 2020 и 2021 годов, уровень безработицы в стране оставался низким в период президентства как Трампа, так и Байдена. Безработица снизилась за годы правления Трампа до минимума за полвека в 3,5% в начале 2020 года, как раз перед пандемией. Во время президентства Байдена уровень безработицы снизился еще больше, до 3,4% в начале этого года. Сейчас он составляет 3,7%. Многолетний рост найма был особенно хорош для работников, которые обычно недостаточно представлены среди персонала. Под руководством Байдена уровень безработицы среди латиноамериканских рабочих, чернокожих женщин и людей с ограниченными возможностями достиг рекордно низкого уровня. Уровень безработицы среди чернокожих, улучшение которого Трамп любил ставить себе в заслугу во время своего президентства, падал при обеих администрациях, но в эпоху Байдена достиг рекордно низкого уровня в начале этого года. Экономический рост По большей части экономика США росла устойчивыми темпами как при Трампе, так и при Байдене. Воловой внутренний продукт, измеряющий все товары и услуги, произведенные в стране, вырос примерно на 22% с тех пор, как Байден вступил в должность. Это по сравнению с ростом на 14% во время президентства Трампа, когда пандемия привела экономику к резкой и внезапной рецессии. Несмотря на это, экономика быстро восстановилась, отчасти благодаря триллионам долларов, потраченным на стимулирование, и снова начала расти к тому времени, когда Трамп покинул свой пост. Теперь при Байдене экономика демонстрирует рост пять кварталов подряд после шестимесячного спада в прошлом году. Последнее расширение было вызвано большими потребительскими расходами, которые составляют около 70% экономики, а также новыми проектами в области инфраструктуры и зеленой энергетики, инициированными администрацией Байдена. Но экономисты отмечают, что нынешние темпы экономического роста, 4,9% в годовом исчислении по состоянию на сентябрь, являются неустойчивыми, и многие ожидают, что в следующем году рост замедлится. Цены на бензин Президенты имеют очень мало контроля над ценами на бензин. Но это одна из областей, где эпоха Трампа была лучшей для американцев, и это может помочь объяснить часть уныния, которую американцы чувствуют сейчас. Сбои, связанные с пандемией, война в Украине и резкие скачки спроса, все это привело к тому, что с 2020 года цены на бензин покатились по головокружительным американским горкам. Они выросли более чем вдвое в период с апреля 2020 года по апрель 2022 года. С 1 доллара 84 центов за галлон до 4 долларов 11 центов за галлон. В июне 2022 года они достигли рекордного уровня почти в 5 долларов за галлон, но с тех пор снизились. Аналитики говорят, что к концу года цены на бензин могут упасть ниже 3 долларов за галлон благодаря сочетанию увеличения производства и замедления спроса. Цены на бензин напрямую влияют на то, как американцы смотрят на экономику, а более высокие цены на заправки привели к сохраняющемуся пессимизму на протяжении большей части президентского срока Байдена. Цены на жилье Домовладение – один из главных способов создания богатства американцами, и недавний рост цен оказался обоюдоострым мечом. Многие люди, впервые покупающие жилье, были исключены из рынка, но люди, которые уже владеют домами, выиграли от резкого роста цен на недвижимость. В целом, при администрации Байдена домовладение стало гораздо менее доступным. Цены на жилье резко выросли во время пандемии, поднявшись на сногсшибательные 49% в период с весны 2020 года по осень 2022 года. По данным Goldman Sachs, эти более высокие затраты привели к тому, что доступность жилья упала до рекордно низкого уровня. Дома в настоящее время продаются по средней цене в 431 тысячу долларов, меньше, чем 480 тысяч долларов, которые они стоили в прошлом году, но все же значительно выше до пандемических норм. За последние два года ставки по ипотечным кредитам выросли более чем вдвое, с примерно 3,1% до примерно 7%, что сделало покупку дома намного дороже и охладило рынок. Цены, однако, остаются высокими, поскольку спрос на дома продолжает превышать предложения. Инфляция Инфляция была постоянной проблемой для администрации Байдена. Быстрый рост цен после пандемии привел к самой высокой инфляции за более чем 40 лет. Американцы столкнулись с ростом цен практически на все, включая продукты питания, бензин, автомобили и здравоохранение. Хотя инфляция в последнее время снизилась, по сравнению с пиками прошлого лета, цены все еще примерно на 3% выше, чем год назад. Многие американцы говорят, что более высокие затраты испортили их взгляды на экономику, а избиратели постоянно называют инфляцию своей главной экономической проблемой. Процентные ставки Президент имеет очень мало власти над процентными ставками. Хотя председатели и управляющие Федеральной резервной системой назначаются президентом и утверждаются Конгрессом, Центральный банк действует независимо. Однако действия ФРС имеют далеко идущие последствия для экономики. За время президентства Байдена Центральный банк повышал процентные ставки 11 раз в рамках своих усилий по сдерживанию инфляции. Банк контролирует целевой диапазон федеральных фондов, процентную ставку, которую банки используют для кредитования друг друга на ночь, которая составляет от 5,25% до 5,5%, что является самым высоким уровнем за 22 года. Каждый раз, когда ФРС повышает эту ставку или даже намекает, что это может сделать, возникает волновой эффект по всей экономике, что приводит к увеличению стоимости заимствований по кредитам всех типов, включая ипотечные кредиты, в настоящее время около 7%, потребительские кредиты – 12% по банкрейд, и кредитные карты – выше 20%. Располагаемый доход. У американцев меньше покупательной способности, чем раньше, в начале срока Байдена. Сокращение стимулирующих денег, а также рост цен, вызвали большие колебания доходов домохозяйств с 20-го года. Тем не менее, многие американцы заканчивают 23-й год лучше, чем год назад, поскольку рост заработной платы опережает инфляцию. Для сравнения, в годы правления Трампа американцы наблюдали устойчивый рост покупательной способности вплоть до начала пандемии. В целом, реальный располагаемый доход или то, что осталось американцам после уплаты налогов и инфляции, вырос примерно на 10% в период с января 2017 года по январь 2020 года. Фондовый рынок. Фондовый рынок быстро рос во время президентства Трампа и продолжил свой рост при Байдене. После периода замедления в прошлом году в ожидании более высокой стоимости заимствований и повышенности волатильности цены на акции снова поднялись на фоне оптимизма по поводу того, что ФРС закончила повышать процентные ставки. Промышленный индекс Dow Jones и Nasdaq в этом месяце достигли рекордных максимумов, а индекс Standard & Poor's 500 готов последовать их примеру. Трамп внимательно следил за развитием фондового рынка во время своего президентства, часто заходя в социальные сети, чтобы выставить на показ свои успехи. Он также предупредил американцев, что президентство Байдена приведет, цитата, к раху фондового рынка, подобного которому у вас никогда не было. Конец цитаты. Этого не произошло, и президент сразу это отметил. «Неплохо, Дональд», недавно ответил Байден в Эксе. Задолженность по студенческому кредиту. Невыплаченные остатки по студенческим кредитам росли на протяжении почти двух десятилетий. До сих пор. Байден вступил в должность, пообещав снизить долговое бремя студентов и выпускников. И хотя его самые амбициозные планы, в том числе план прощения на 400 миллиардов долларов, были заблокированы законодателями-ресубликанцами и Верховным судом, его администрация нашла способы предложить помощь. На сегодняшний день Белый дом списал долги по студенческим кредитам на сумму около 132 миллиардов долларов, более чем 3,5 миллионам американцев. Он также увеличил федеральные гранты ПЭЛа для студентов с низким и средним доходом, что позволило им брать на себя меньше долгов. В результате непогашенные остатки по студенческим кредитам сокращались в течение шести месяцев. Задолженность американцев по студенческим кредитам в октябре составила 1,74 триллиона долларов по сравнению с рекордными 1,77 триллиона долларов в начале года. Потребительские настроения Несмотря на силу экономики, американцы выглядят совершенно подавленными, когда дело касается их финансов во время правления Байдена. Потребительские настроения упали до самого низкого уровня за всю историю в июне 22-го года, когда цены на бензин были рекордно высокими. С тех пор настроения несколько восстановились, но остаются ниже, чем во времена, когда Трамп был президентом. Но хотя они говорят, что чувствуют себя неловко по поводу экономики, американцы продолжают тратить большие средства. Эти расходы на ряд товаров и услуг, включая автомобили, путешествия и питание вне дома, помогли усилить экономику и поддержать ее рост. Дефицит федерального бюджета Дефицит федерального бюджета достиг своего пика при Трампе, хотя и он, и Байден увеличили государственный долг на триллионы долларов. Национальный дефицит или разрыв между тем, что правительство приносит и тем, что оно тратит, рос с каждым годом президентства Трампа. Резкое снижение налогов, за которым последовала реакция правительства на пандемию, увеличило долг страны на беспрецедентные 7,8 триллиона долларов. С тех пор дефицит сократился в первые два года президентства Байдена. Но в этом году он снова вырос на 23%, в результате чего страна осталась с дефицитом в 1,7 триллиона долларов. Этот растущий дефицит в сочетании с политической дисфункцией в Конгрессе вызывает тревогу у рейтинговых агентств, которые отслеживают финансовое положение Соединенных Штатов. В августе агентство Fitch Ratings лишило Соединенные Штаты наивысшего рейтинга ААА. В ноябре Moody's понизила прогноз по суверенному долгу США, предупредив, что цитата продолжающаяся политическая поляризация конец цитаты угрожает финансовой устойчивости страны. Конец статьи, друзья. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт, если вы этого еще не сделали. И спасибо всем, кто поддерживает этот канал напрямую финансово в Патреоне или здесь в Ютубе. Вы мои герои, потому что поддерживаете проекты, которые считаете важными. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине! I'm Israel High и God bless America! До новых встреч, друзья!